Десятки тысяч гробов с погибшими в Украине российскими солдатами уже опустили в землю, и ещё тысячи невостребованных тел остались на поле боя. Гибель соотечественников не испортила аппетит кремлёвской верхушки. К примеру, расследователи команды российского оппозиционера Алексея Навального выяснили, что дети первого замминистра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Руслана Цаликова владеют имуществом на более чем миллиард рублей. И это при том, что официальная зарплата, к примеру, сына Цаликова Заура, составляет всего 2 миллиона рублей в год. В целом же имущество семьи Цаликовых оценивают почти в 5 миллиардов рублей. Эти явления, они с одной стороны для России, конечно, негативные, и всё это подтачивает государство. Это всё является коррозией определенной для государственной машины. Но для Украины это замечательно. Но вот представьте, если бы средства, которые Шойгу разворовывал, шли действительно на постройку новых танков. Если бы Рейх был настоящий, а не картонный, всё было бы гораздо печальнее, всё было бы гораздо сложнее. Поэтому в этом смысле коррупция российская, она, безусловно, является союзником Украины. Издание «Настоящее время» «Медуза» провели расследование о сыне экс-президента России Дмитрия Медведева Илье. Щедрый, весёлый, простой. Описывают Медведева-младшего и его знакомые. Выпускник МГИМО любит приглашать друзей в резиденцию на Рублёвке со слогами и личным кинотеатром. Оплатил выступление любимой поп-группы на выпускном. Чтобы просто попить пиво с друзьями, этот простой парень снимает бар. После выпуска из университета Илья Медведев числится на работе в Мэйл.ру и ВКонтакте, основные акции которых до недавнего времени принадлежали другу его отца, олигарху Алишеру Усманову. Вот только в офисе Илью Медведева никто ни разу не видел. Я не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, например, сферой технологий. Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, в интервью российскому таблоиду в 2016 году. Младший Медведев занимается винодельческим бизнесом в Краснодарском крае. Живет в одном из четырех принадлежащих семье Медведевых коттеджа элитного поселка Сосны-15. А в июне Илья Медведев вступил в ряды партии «Единая Россия». Эта партия у меня действительно не чужая. И в текущих условиях я посчитал важным и правильным вступить в ряды. На широкую ногу привыкла жить и младшая дочь Путина Екатерина Тихонова. Она регулярно летала в Европу на роскошных бизнес-джетах, пишет издание «Важные истории», получившее доступ к архиву безопасности президента России. За пять лет свиданий в Мюнхене с балетмейстером Игорем Зеленским Тихонова потратила миллионы рублей с казны. Все эти годы в поездках дочь Путина сопровождала президентская охрана. В июле ее назначили за председателем Координационного совета по импорту замещения Российского Союза промышленников и предпринимателей. Семья Владимира Путина пользовалась своим положением не только в бизнесе и политике. Как показало совместное расследование важных историй и немецкого издания «Дршпигель», младшая дочь президента России Катерина Тихонова использовала государственные ресурсы как свои личные и в частной жизни, будь то свидание с Зеленским, поездки в СПА-отель или путешествия на альпийские курорты. Из публикации в издании «Важная история». Коррупция в России привычная и неотъемлемая часть жизни. Просто раньше наворованное тратили за рубежом, а теперь из-за санкций оставляют внутри страны, рассказывает Николай Полозов. Элита согласилась с предложением Путина отойти от принципа наворовывать и хранить это все за рубежом и перейти к принципу феодального устройства. То есть, да, можно столько же воровать приближенным лицам, но все это будет происходить внутри России. Это постройка такой неофеодальной системы, при которой в окормлении отдаются не конкретные участки наделы земли феоды, а просто целые отрасли экономики, какие-то крупные предприятия. Эксперты считают, что российский эстеблишмент рассчитывает и дальше на сытую жизнь, но только уже по образцу Северной Кореи, где есть преемственность власти, гарантии сытой жизни при дворе диктатора. А народ еле сводит с концы с концами. Юлия Грановская для телеканала Freedom.